Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как тебе нравятся костюмчики? Какие тебе больше нравились? Те, которые были ранее или сейчас? Продолжение следует... Ну, я не говорю уж про Стрикленда... Ну, это просто ударник капиталистического труда... Ну, это с намеком. Я больше чем уверен, что количество звезд, если сосчитать, будет больше... Количество штатов в Америке, они так намекают, что Европа подо мнём, и всё это превратимо в американские штаты. Да ни на что они не намекают. Кровятков есть. Ну, дай пофантазировать, ей-богу. Ты думаешь... Лучше бы пофантазировал тот человек, который им костюмы делает. Они ещё поверх маек эти рубашки надели. Ну, мёрзнут. Всё-таки дело в Европе происходит. А европейцы чего мёрзнут? Ну, турнир-то проходит в канун Нового года. Эта маечка-рубашечка Эрла Стрикленда полнит. Если бы он это знал, он бы в жизни бы её не надел. А варианты какие у него были? Отказаться от участия? Форма обязательно. Устроить скандал. Так, начинает мелками уже разбрасываться. На нервной почве всё. Видишь, как усы отросли с тех пор. Ещё бы. Такое впечатление, что он по несколько миллиметров прибавляет от розыгрыша к розыгрышу. Мне всё-таки кажется, что Старик периодически сбривает усы. Ай, я не знаю. Да. Хорошие понятия у нас ставили. Задёргали. Задёргали. Видишь, какая обстановочка-то нервная. Видел, как подскочил биток? Видел, как врезаться в третий. Ты знаешь, они всегда подскатили. Ну, тут прямо так, я так думаю, что даже траектория у него поменялась. От того, как Стриклинд приложился к нему своим усатым ударом. Да, леворукому, конечно, здесь получше, чем было бы праворукому. Праворуки вообще бы с помощью машинки пришло бы на всё это дело. Можно было бы сбоку? А, можно было бы всё сбоку оформлять, но не в лучшем виде бы было. Ну, и сейчас, собственно, тоже позиция не улучшилась для Томаса. Томас Энгерт такой был раньше, боевой, да, молодой человек. Похож даже чем-то своим прикидом на Нильса Файена нынешнего. А сейчас он такой какой-то, мне так кажется, размягчавший немножко. Да, тем ударом он не улучшил позицию, а этим так вообще ухудшил. Ральф в суке, не может сидеть спокойненько в креслице. Повис, так, чтобы лучше было видно. Забрался повыше, по всей видимости. Может, он застрял просто вчера, после вчерашнего. После вчерашнего, безспорно. Как промокашка, а чё вы все не ложитесь? Интересно, распущенные волосы или собранный в хвостик у судей Микаэл Этап как-нибудь влияет на настроение игроков? Я думаю, что у некоторых может улучшиться игра, а у некоторых наоборот. А мы готовы все забить. Но это будет делать не Томас, а Эрл. Де Пэрл. Стрикленд. Первая партия, партия ошибок в итоге. Мы же не знаем, что будет во второй. Может быть, там будет еще больше ошибок. И играющих освистает публика, заброшает томатами. Обязательно, это будет заброшен Томас. Томатами. А Эрл будет закинуть шемчужинами. Размашисто. Один ноль. Зрители как будто боятся спугнуть Эрлу Стрикленда с вами. С такими лицами сидят. Просто он до этого сильно напугал. Он говорит, ой, 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 простите, пожалуйста, мы ваши киечки чуть не грохнули. Простите, извините. Из-за спины Эрла Стрикленда мы выглядываем, чтобы посмотреть, а что там Томас Энгерт готовит в своем разбое во второй партии в розыгрыше Кубка. Эй-эй-эй, вот у нас кони. Нам готовят практически с разбоя забить все шары, включая их биток. Подарочек. Итак, 2000 год, мы продолжаем ретроспективу исторических матчей розыгрыша Кубка Москони. Американцы ведут 11-9. Предыдущую партию взял Стрикленд, не без помощи немца Томаса. И вот сейчас Томас снова не в фарте, а совсем в другом. И Эрл Стрикленд разлегся на столе, режет пятеру и сам чуть было биток не отправляет в лузу. Причем публика успевает вскрикнуть «Ура!», но не тут-то было. Дело происходит в Европе. За Стрикленда здесь болеет раз-два и обчелся, включая плюшевую мишку. Которого он сам с собой притащил. Да, и держит в кофре. Так чтобы никто потом не смог над ним подтронивать. Но мы-то знаем. Чтобы никто не мог подтронивать над мишкой, что ли? Тайную страсть Эрл Стрикленда к собирательству плюшевых медведей. Конечно. Микайл Этап совершенно бесполезно пытается воздействовать на толпу. Все время говорит «Плиз». А те, как будто делали, что не понимают ее произношение. Мы, кстати, забыли поздороваться. Слоев и Алфимов, ваши верные друзья, рады приветствовать вас в очередной... Ночной трансляции? Так точно. Ну что так заволновался опять Стрикленд? Что, еще же ничего не произошло? Все нормально. Все спокойно. Все в вашу пользу, мистер Эрл. Уже нет. Вот что. Он отвечает практически всем же. Смотри, сколько шаров залетел. Да жуть какая-то. Партия... Пять, да? ...начинает выглядеть как абсолютно простейшим. Ну, с другой стороны, подарили тебе, подари и ты. Семерка тоже вошла потом в середину? Сейчас, поглядим. Сам увел. Да, Томас может растеряться. Такую простую партию мне за последние 10 лет не предоставляли. Может, и на портачи чего-нибудь. Вот сейчас он вышел на седьмой. Да, как Джонни Арчер. Зачем выходить таким сложным образом на восьмой, как ты считаешь? Или это нормально? Да нет, это нам так кажется. Сейчас с левым винтом будет все. Вот так. С правым. Да, уверенно, уверенно. Уверенно. Очень даже подчеркнулся, я бы сказал. Можно было сыграть и попроще. И большинство играющих могло пойти простым путем. Вытернук аборт. Кладывай, не означай. Ой, да ладно, да. Это он, по-моему, извинился перед Стреклендом, что так быстро закончилась та партия, которая начиналась с его разбоя неудачного. А Стрекленд сейчас сидит и думает о том, как ему чуть не повалили киньи в чине. Нет, он взглядом пытается просверлить дырку в столе так, чтобы Томас неудачного разбил. Прожечь Томасу халат его синий. Как называется у рабочих халаты? Роба. Точно. Так. Единичка рядом. Способна зайти только к себе через дуплет в угловую лузу. А в среднюю? Не пойдет. Нет, в среднюю тоже, но вероятность такого дуплета уменьшается. Я бы отыгрался. Я думаю, что Томас подумывает, согласится с твоим решением и что-нибудь намудрит. Вот, видишь, как он насупился. Слушай, почему у них в 2000 году, в 99-м, у всех такие длинные носы? Может быть, что-нибудь с пленкой становится? Да нет, это с архивной. У нас просто старый плазменный хилейзер. Вы все вытягивали. Будем печься о новом. Шестерка в подмогу. Да, энкертон. Смотри, Ральф Соке слез с антресолей. Мико его позвал. Спускайся-ка ты на землю, друг мой ситный. О, пришел? Встал, стоит, думает. Это Стрекленд. Присел. Что тут думать-то? Обводить надо дело с концом. Минимум. Кстати, может, если хорошо получится, обвести и попасть от короткого борта, так, чтобы потом единица ушла где-то за четверку направо, а биток... Думаешь, лучше от борта попадать или прямо в единицу? Нет, лучше сначала от борта попасть. Ну вот, я думаю, что ничего хорошего не выйдет из этого дела. Слишком в лоб попал. Разбивили. Но здесь тяжело на 100% проконтролируют. Проконтролируют. Тут даже на 65% тяжело процентов проконтролируют. Да. Я не возьмусь даже утверждать и за 35%. Ну ты уж совсем. Да. Не хочешь на себя брать ответственность. А зачем мне брать ответственность за чужие ошибки? Это чревато. Так, аккуратненько. Немножечко везения. Ну, по-моему, ни одна встреча, которую мы имели возможность наблюдать, не была с элементом везения. А ты знаешь еще один атрибут вот такой вот робы? Это вот здесь вот так карандаш должен быть обязательно. Или ручечка. И блокнотик. Электромонтеры в Европе, по-моему, имеют такого же цвета робы. Ну, без звездочек, конечно, без генеральских. А ты помнишь, как в советское время все наши спортсмены как бы были любителями? У нас не было, так называемого, профессионального спорта. Так и сейчас тоже еще остается это и во всем мире. Ну, это к чему? Нет. Но бильярдисты, да, они все профессионалы, которые участвуют. Они живут бильярдом и не имеют дополнительных. А давай можем предположить, что они работают еще где-то. Нет, вообще где-то еще и трудятся. Совершенно никак не связано. Со спортом это более же бильярд. А таких нет бильярдистов, которые где-то трудятся еще? Нет, они, может быть, что-то совмещают, но основной род деятельности это бильярд. То, что вот, например, Международная Федерация Легкой Атлетики только в прошлом году переименовали как Международная Федерация Легкой Атлетики. А раньше она была Международной Федерацией Любительской Легкой Атлетики. То есть акцентируем внимание на том, что не имеют отношения к профессиональному спорту. Потому что профессионалы, как известно, не имеют права выступать на Олимпийских играх. Ну что, шестой шар. Да, вот с этим определением будет сложности, мне кажется, со вступлением бильярда в семью Олимпийскую. Это проще, с теннисом уже разобрались, с боксом пока не разобрались, но это боксеры сами не хотят. Я так предполагаю. Ну, с фигуристами практически разобрались. Можешь быть профессионалом, но будь добр за несколько месяцев или за сезон прекратить свой профессиональный контракт, чтобы выступать на Олимпийских играх. Хитро. И? И? И сиро упало. Видел трясущий сиро упало, фактически. Взял вилок. Да и как он, картину, успел за это время. Все прошло. Как по книжке. Так, вот просто можно сказать и героям Европы, между прочим. Заработать еще одну звездочку себе на робу. И тогда уже никто не поверит, что он не профессионал. Так, двумя пальчиками взялся за шафт. Надо будет как-нибудь засечь, сколько времени уходит на последний удар у него. Девятка, это ответственность. Два-два. А тем временем сборная Соединенных Штатов в лице Джонни Арчера тренируется, тренируется и тренируется. Потому как не очень-то он уверен в том, что Эрл Стрикленд вот так возьмет и в свою пользу закончит эту партию. А Стрикленд не думает сдаваться. Ему противна мысль о том, что вот он сейчас возьмет и проиграет ключевую встречу. Как о нем будут говорить на его родине? Мазилла. Возможно. А Мазилой прослыть – это последнее дело в жизни бильярдиста. Можно ставить крест на активной карьере. Но зато можно начать гастролировать. Например, переехать в Россию. Потихонечку будет прыгать. Пока в России не такое количество потрясающе играющих людей, как в Америке. Не обязательно же переезжать. Когда ты приезжаешь, и все думают, что ты Мазилла, с тобой начинают играть, а ты тут же оказываешься не Мазилой. Да, ход правильный на самом деле. Ну, стоит ли тебе выиграть у людей, которые в своем месте, куда ты приехал, слывут как не Мазилы, то тут же твоя легенда рассыпается на мелкие кусочки. Не устаёт судья говорить, тише, пожалуйста, тише. Ну, что, и оттяжку мы увидим в исполнении стрековины. Вдруг не увидел. Ну, а почему? Ну, это разве оттяжка, так немножечко, да, и вперёд. Как же. Уж точно не проказ исполнял этот удар. Уверенно действует быстро. Люблю Стреклинда за его быстроту решения. Эрл Стреклинд по кличке Мнемазилла. Слушай, везде рассаживаю. Там похожи справа в белой майке и брат Стреклинда. Уж больно похож. Я стараюсь в эти родственные связи не вмешиваться. Ну да, тебе как человеку известному страшно рассуждать о родственниках, потому что каждый третий, кто видит тебя на телеэкране, стремится стать твоим родственником. У меня их и так предостаточно. Но это законники, а ты же... И с каждым годом почему-то становится всё больше. Да. Ну вот я поэтому и понимаю, почему ты не хочешь рассуждать на эту тему о родственных узах. Уза неподходящее слово. Чем же? Ну, узы это всё равно как путы. Ну, каждый будет трактовать это слово по-своему. И раз... И не сложилось. А вот... Опять будет прыгать. Да, Стреклинг не прыгает. Ну, так далеко. Он обводит. Ну, как прыгнул с предыдущим. Ну, прыжок, в твоём понимании, это с использованием короткого кия. А я тебе говорю, что он таким не пользуется, если есть возможность перепрыгнуть. И что, если коротким не пользуется? А короткий кий имеет преимущество перед Силяковым. Тем, что можно прыгнуть на короткую дистанцию между шаром. Но он же прыгнул в предыдущей партии. Ну, там дистанция позволяла. Сейчас посмотрим. Ну, он здесь явно не будет прыгать, не будет обводить. Да, вот подготовиться-то не очень-то легко. Биток не уйдёт в противоположную лузу? Ну, это по счёту, что ещё Стреклинг немалого расточка. А вот филиппинцам каково? Филиппинцев много. И они в тихушку уменьшили размер стола. Они садятся друг к другу на плечи. Никто не сомневался в том, что он закатит, а вот что будет дальше? Ну, при наличии семи шаров на столе есть возможность и планировать отыгрыш. Можно выдумать какую угодно игру. Представляешь, он подойдёт к Энгерту и скажет, давай сыграем по другим правилам, чувак. Да, я сначала подкачу нужную позицию Биток, да, а потом я делаю правильный эффективный. Слушай, похитрее. Слушай, а давай играть сегодня только от борта. Да, было бы интересно посмотреть. Это же не нарушает правила девятки, правильно? Ну, и это были бы какие-то личные правила Стреклинда и Энгерта. Ну, теоретически, какое бы могло бы случиться в колуарах. Ну, надо ли, их бы не так поняли. Уверен, забил он двойку из этой позиции. Не настолько же не так бы их поняли. Уверен, ты уверена. Как думаешь, на девятку целится? Размышления в его голове такие присутствуют. Дайте-ка нам вид сверху. Или, по крайней мере, камера поправее. Пока нас перевели и решили, что сделать крупный план Стреклинда сейчас гораздо предпочтительнее. У него же в глазах все должно светиться. Ну, да, отражаться. Вот ведь сверху. Да, возможно, на приемистом столе может упасть девятый шар. Или, как вариант, попасть толсто, потом девятка от борта попадет в пятерку. От пятерки может упасть. Не сложилось. Да, рисковал. Почти пошел в обанк. В этом моменте удача может улыбнуться Томасу. Как тот будет бить? Сразу третьим или через пятый же, правильно? Ну, он может сыграть Томасу от третьего шара, потом попасть в борт и в девятку. Может сыграть полностью комбинацию. Сейчас поглядим. Уж пару вариантов-то есть. Сейчас возьмет Томасу, и с третьим используется сделать маску. Да нет, вряд ли это произойдет. Обязательно должен выиграть эту партию. Томасу, наверное, ненадежно играть. Почему? С левым винтом ты попадаешь в борт, а борт принимает вращение и попадает в девятку. Но здесь нет смысла, чуть усложненную сыграть комбинацию, реально, абсолютно. Нет, все-таки попытался другим воспользоваться в реальном. Который мы проговаривали. Ну, вот это тонко от тройки, да? Да, да. Но он старался попасть, получается, напрямую, потому что здесь бы надо было сыграть потолще, чтобы иметь правильную траекторию. Не продумал, не примерился. Обычно множество игроков ходят, меряют кием приблизительную траекторию, которую необходимо. Не надо было, конечно, походить, поковыряться. Да уж надо было. Ну, сейчас несложный вариант. Неужто девятка? А что? Почему нет? А вот Стриклинг сыграл максимально надежно, еще и маску поставил, которая уже не нужна им. 4-2. Играйся дальше. Вариантов, к сожалению, выхода под третий шар, я бы сказал, не густо. Ну, Орлу не привыкать. Тянуть и еще раз тянуть. Но не перетянуть. Все, в поле порой играет злую шутку. Ну, в лузу же он не попадет. Не попадет. Может, конечно, замазать. Да на оттяжке может случиться все, что угодно. Вот как сейчас, например, возьмет и не докатится. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, зато здесь какой простор для отыгрыша? Ха. Ты думаешь... А дупле? Играющие стремятся через удар делать отыгрыш? Или все-таки они стараются побеждать... Играющие стремятся забить девятку с разбоя. Ну, мечта каждого вот такого, кто играет в девятку, потому что это избавит их от уймы проблем. Не согласен с тобой. Поверь мне, что большинству... Еще скажи, что гольфисты не мечтают о холл-н-уане. Да, это... Понимаешь, в чем дело случается значительно реже, чем с разбоя падает девятка. Поэтому, конечно же, это совсем другое. Просто так, мне кажется, пример неинтересный. Тогда блеснуть ты не можешь красотой своей игры. Какой же смысл представляешь, если все время будет разбиваться и падать девятка? Еще скажи, что борцы не стремятся к туше. Ты хочешь поразить всех своими знаниями во всех областях? Позволю тебе это с удовольствием. Ай-яй-яй. Запутал-таки свои герои Эрл Стрикин Томаса. Огорчен до невозможности. А ведь так старался вытягивать те две партии. Ну, он-то хотел забить по большому счету через борт. Ну да. А сейчас... Не отыгрывался. Опять будет тянуть и посмотрим. А у него есть вариант. Но надо ли его использовать? Вдруг опять отыграется. Нет, тут... Стандартный. И полегче. Да. Что это таки довольны-то? Ну что? Выигрываете? Конечно. Размесили свои животы. В прошлом нашей передаче все подготовились к терзанию Стриклинда в объятиях. Мне еще нравится, что так символично Стриклинд останавливает свой ход на звездах, которые нарисованы на полу, на каверолине. Как будто бы горяжка. Вот-вот я наступил на ваше самолюбие. Ну, ты уж прям такую психологическую картину рисуешь. Ну, а ты посмотри, как серьезно настроен. Стриклинд бы, если бы об этом сейчас подумал, в жизни не приехал бы в Европу, потому что его бы закидали бы точно уже явно не помидорами. Тебя послушать, так он еще и бычки будет об них тушить, об эти звезды. Ну, да, хотелось бы так, чтобы совсем было просто. Не задерживается. И? На врате звезда. Да. Прыгни еще на стол, Стриклинд. Ты это умеешь. В отличие от Джонни Арчера в прошлом году, недолго раздвернула на девятку. УАСА! 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 Приятно порадоваться в стане врага. Куридзьюрил тут же, молоденький, присоседился. Студентом, да, в этой компании. Пока. О, к столу не пускают, смотри. Кубка не пущает. Так, команда электриков оборчена. А что делать? Ну, уж не впервые. Они, по-моему, свыклись. Ну, конечно. Все время на вторых валях. Надо вырываться. Как-нибудь. Это я. А, рука. Это я. А это мои друзья. Первое время, кстати, вот так вот позируясь кубкой, чувствуешь себя очень фудурацкой. А потом втягиваешься. 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 Продолжение следует...